всем привет вы на канале крипто коммонс сегодня мы посмотрим замечательный теханализ от нашего бро дэна с канала chart guys обязательно подпишитесь на них если вы понимаете английский и долго тянуть резину не буду сейчас мы начнем просто напомню вам что если вам нравится крипто контент не забудьте поставить лайк написать комментарий подписаться наши оба канала очень важно крипто коммонс 2.0 и крипто коммонс обычный и естественно добавится к нам в telegram чат все ссылки в описании как всегда лучшие биржи обменники кошельки и так далее ну а мы начинаем привет трейдеры заценим что происходит на криптовалютном пространстве медвежий день сегодня когда альткоины падают жестче чем bitcoin и медведи показывают контроль последние недели принципе нихрена не происходит толком обычный боковик но быки ничего не доказывают нам поэтому давайте посмотрим на большую картину не определим некий план игры на ближайшее время итак у нас есть bitcoin который устанавливает новый понижающийся максимум и как мы видим каждая попытка отскока была понижающимся максимум со времен 36 675 у нас есть понижающиеся здесь и очередной понижающийся максимум вот здесь на 34 600 так что каждый отскок нам дает понижающиеся дневные максимумы что лишний раз доказывает то что медведи контролирует ситуацию на дневном таймфрейме так что теперь смотрим на то как мы удержим предыдущий low на 32 100 примерно если это пробьется то у нас остаются предыдущие уровни 30 тысяч 100 и 28 800 некоторая поддержка здесь за которой стоит наблюдать так что сейчас на часовике мы находимся достаточно перепроданных состояниях экстремально перепроданы по rsa и знаете я люблю торговать перепроданные отскоки по rsa но прямо сейчас у меня нету почему-то желание интереса торговать отскоку биткоину потому что мы зажаты в обычном боковике на дневном таймфрейме если вы посмотрите на предыдущие две недели прайс экшена то ничего особо не поменялось и также мы видим что другие таймфрейме все еще не настолько перепроданы четырех часовик даже не близок к перепроданному часовик только стал перепроданным 15 минутка остывает на падении это не дикое свободное падение уже но вы знаете если у меня смотрите что я люблю именно падение в духе водопадов если я хочу играть отскок по rsa перепроданный отскок потому что именно они дают как результат чаще всего очень быстрые хорошие иксы и v-образное восстановление и когда вы потихонечку запрыгиваете на перепроданном rsa вы в принципе даете движению отскочить и забрать вас с собой по факту так что да я присматриваюсь к перепроданному отскоку в краткосроке и действительно это может повлечь за собой очередной понижающийся максимум еще раз данный момент на дневном таймфрейме я заинтересован будут только в том случае если одна из двух вещей случится первое мы увидим резкое падение водопадом и rsa станет экстремально перепродан на четырех часовике и на часовике и если мы нацелимся прямо на уровень близких 28 800 тогда да я буду заинтересован в покупке или если наоборот быки докажет мне что-то изменив дневной тренд и пробьют дневные понижающиеся максимумы если одна из этих двух вещей произойдет то я по-любому войду в трейд и это очень просто и ничего сложного нет следовать этой стратегии поэтому у меня и не было особо желания брать какой-либо трейд здесь на крипто рынке ближайшие две недели потому что мы идем в бок и конечно не говорю что нет смысла да и трейдить есть хорошие краткосрочные трейдики интродэй рай для скальпера кто фокусируется на крипто пространстве но я лично нет я сейчас больше смотрел на stock market и то движение которое я люблю пока я не видел поэтому присматриваем на дневное сопротивление дневную поддержку и реально ничего для меня пока не произойдет до тех пор пока один из этих уровней не будет пробит 32 100 или 34 600 график доминации это также одна из причин одна из причин по которой я не доверял этому дневному движению обычно я когда вижу вот такой вот боковой даун тренд без подтверждения объемов я могу сказать что да окей быки сейчас через три дня возьмут инициативу интерес продавца ослабевает и график доминации говорит нам что биткоин идет наверх но альткоины идут наверх медленнее похоже ли что у нас здесь есть недельное повышающееся дно похоже на то и если мы пробьем 43 28 43 69 то мы можем на мечтем таймфрейме увидеть очень хороший отскок по доминации так что вот у нас ключевые уровни сопротивления которые сейчас снова могут вернуться в игру с этим движением и мое мнение такое что если мы опять сейчас пойдем вниз к доллару альткоины пойдут доллару еще сильнее вниз что вполне возможно что произойдет ввиду их меньше и ликвидности то тогда мы можем увидеть потенциальный сценарий в котором альткоины падают быстрее чем bitcoin и доминация пробивается вверх даже на дампе к доллару пока мы не увидим хорошие новости особенно по биткоину я пока не вижу сценарий где доминация пробивает эти ключевые недельные уровни и все крипто пространство начинает взлететь пир к доллару Недельный понижающийся максимум обозначен. Может ли это быть недельный медвежий флаг? Абсолютно. Дневной таймфрейм. Опять же, нащупали вершину и перекатились вниз, торгуемся в боковике. И теперь видим заброс еще вниз. Так что, следующий уровень поддержки логично предположить, что это 1700. Эфир к биткоину. Недельный понижающийся максимум также обозначен. У многих сейчас альткоинов к биткоину формируется недельный эквилибриум, в котором мы знаем, что недельные понижающиеся максимумы — это наиболее вероятный сценарий. И вот они уже появились, как минимум, на некоторых монетах. Так что посмотрим, как они появятся на других монетах. Вот у нас high, low, понижающийся high, понижающийся low. И снова понижающийся максимум. Эти графики продолжают сужаться. Посмотрим, что произойдет. Давайте глянем кардана. То же самое. Сужается диапазон. Быки пытаются удержать поддержку. Matic BTC обозначил недельный повышающийся минимум, так что это немного по-другому выглядит. Binance Coin на секундочку. Еще не поставил недельный понижающийся максимум. Но я наблюдаю за этим. Binance, конечно, очень хорошо удерживается. Быками за последнюю неделю. Link. Link, я думаю, может, пробил уже дно. Нет, смотрите, Link удержал поддержку. Но опять же, очень-очень слабый недельный отскок. Так что альткоин быки пока что не дают мне уверенности. Binance к доллару не смог пробить дневное сопротивление, но мы все еще в дневном аптренде. Не так много криптовалют, у которых сейчас есть дневной аптренд. И до тех пор, пока 300 баксов держится, да, нужно это принять. Мы, конечно, не смогли пробить дневное сопротивление. И медведи, наверное, этому радуются. Но если быки смогут удержать 300, то я думаю, дневной таймфрейм остается в силе. То же самое сетап Binance к BTC. Не смогли подтвердить дневной бычий флаг. Отверглись от сопротивления. По идее, должны сейчас упасть и пробить поддержку, если недельный понижающийся пик, если недельный понижающий максимум обозначится в этом эквилибриуме. Так что BNB держится чуть лучше, чем многие другие монеты. Но пока все еще нет уверенности для быков, потому что криптовалютное пространство показывает краткосрочную медвежью тенденцию последней недели. AXS привлек очень много внимания за последние дни и недели, потому что это одна из немногих монет, которые переписывает All-Time High. Криптопространство скучное, биткоин скучный последние две недели, но AXS последние две недели показывает очень увлекательное движение. Так что много объемов, много внимания сейчас объемов и волатильности в этой паре. И в этот момент, когда мы уже так хорошо поднялись наверх, большие люди сейчас настраиваются по медвежью. Но пока, посмотрите, у нас идеальные повышающиеся пики и минимумы. Дошли до 19,6, упали на 16, так что можно рассмотреть это 18% падение как здоровую консолидацию. С попыткой пробить сопротивление, но отверглись двумя процентами, и сейчас мы просто сужаемся в диапазоне. Так что я вижу это как High, Low, понижающийся High, и сейчас быки пытаются делать повышающийся Low. Удержать 16-долларовую поддержку. Все прожектора на это движение. И посмотрим, что будет дальше с этой парой. Лайткоин, быки, привет вам. Кстати, хочу дать хороший пример, почему я смотрю на USD графики, и ничего тут не скажешь. Медведи контролируют ситуацию, у нас все еще очень слабый график, все ниже 149 долларов, это просто дневной понижающийся максимум. И я смотрю на этот график и думаю, окей, я пока не хочу быть быком по лайткоину, мы просто консолидируемся, и у нас дневной понижающийся максимум потенциально формируется. Но если вы посмотрите на лайткоин к биткоину, тут большая зеленая свечка. Мы только что поставили самый высокий уровень за 3 недели, лайткоин к биткоину. Так что вот еще один пример, где вы можете видеть, как монета набирает силу по отношению к биткоину, и вы видите большую зеленую свечку на графике к биткоину, при том, что это происходит, когда все криптопространство падает к доллару. Все, что это нам говорит, то, что лайткоин падает к доллару медленнее, чем биткоин. Так что если бы я смотрел бы только на LTC, BTC, то я бы сказал, что здесь есть бычая возможность на этом графике, потому что он держится лучше, чем биткоин. Но если я смотрю на лайткоин к доллару, то тут не особо много иксов можно сделать. Просто это мне говорит о том, что мы не идем так быстро вниз, как биткоин. Так что это очень важно, посматривать на то, куда идут альты к битку, потому что мы знаем, что все мощные движения, мощные бычьи движения случаются, когда и BTC пары, и USD пары делают одинаковые вещи. Лайткоин к доллару опустился за последние несколько часов. Ну, в принципе, и к биткоину тоже он опустился за последние несколько часов. Но также на часовике мы можем сравнить, что предыдущие 12 часов BTC пара лайткоина набирала, в то время как лайткоин к доллару ходил вниз половину за то времени. Так что вот. В общем, надо подождать и посмотреть, как обычно. Я наблюдаю за биткоином на 12 часах, смотрю вот этот паттерн, смотрю за поддержкой, потому что вот эта линия поддержки все еще очень даже валидная. И если вдруг мы дипонем на 30 тысяч или даже ниже, то понаблюдайте за этой линией. И также я еще наблюдал вот за этой линией сопротивления. Мы увидели уже ее пробитие, но за ней не последовало движение. Посмотрите. Отвержение, 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 пробитие, и нет последующего движения. Откатываемся назад. Так что для меня теперь она не имеет значения. Я больше не парюсь об этой линии сопротивления. Удаляю ее нафиг. И я использовал ее для визуальной ясности, но теперь ясность эта ушла, поэтому и линию тоже можно удалить. В общем, все, что мы видим, что медведи гасят любые попытки отскоков, любые бычьи попытки отскоков. Так что БКМ надо удержать 32 100 и пробить 34 700, потому что пока у нас всего лишь дневные понижающиеся пики на каждой попытке отскока. Так что вот такие вот у нас планы игры, ребят. Вам нужно определиться, что вы делаете. Мой план игры — это спокойно ожидать одного из этих двух сценариев. Пока ни один из них не происходит, я не торгую. Вы можете терпеливо ожидать ретеста 29 тысяч и потенциально еще сохранить капитал для более низких цен в районе 20 с чем-то тысяч, за которыми многие сейчас присматривают. Вы также можете попробовать шорт, потому что есть шорт возможности именно в краткосроке и со стопом. Потому что в прошлом видео я говорил вам о том, что глобально это уже никакой не шорт. Или вы можете быть быком, быком, который потихонечку набирает позицию и заходить по чуть-чуть, либо ждать пробития верхней границы сопротивления и запрыгивать уже по факту пробития. Так что вот такие вот у нас сейчас планы игры, и нужно придерживаться их, потому что если вы не будете придерживаться, то это повлечет за собой, скорее всего плохие трейды. Если бы я сейчас не торговал фанду и торговал биток последние две недели и крипто, я уверен, у меня было бы больше проигрышных трейдов в этом боковике. Без сомнений, я знаю, что это происходило бы, если пользоваться стоп-лоссами. Так что иногда лучше даже сфокусироваться на других вещах и взять паузу в трейдинге. Короче говоря, вот такой обзор, ребята. Вон, правда, например, на iXS, посмотрите, подает надежду, так что, может быть, развернет весь рынок. Короче, гайз, не стесняйтесь, ставьте лайк, пишите в комментарии, если есть вопросы. Подписывайтесь на Дэна, чарт-гайз, ссылку даю внизу, перевел гринер специально для крипто-комманс. Всем обнимашки, профита в ленту. И, как всегда, мы заканчиваем райским садом от Дэна. Вот, собственно, о чем он говорит, когда говорит вам, отвлекайтесь от трейдинга и займитесь чем-то другим. Сходите, погуляйте на природу. Выбирайте на природу почаще. Например. В следующие несколько недель этот винтерский скваш будет сковерить все эти паузы. Вы можете видеть, что он уже начинает склабить. Это деликатый скваш. Я не планирую ни томатильосы но эти все остальные из прошлого года которые ввели в place. Так что там будет большинство томатильос для того, чтобы было Субтитры сделал DimaTorzok